МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 97 человек выздоровели. Летальных исходов по-прежнему 8. По количеству зараженных лидирует Янтиковский район. Там выявлено 46 человек. На втором месте Ядренский – 36 зараженных. И единственный район, где не выявлен вирус – Красноармейский. Это данные сайта «Чувашия без паники» на 30 апреля. От новой коронавирусной инфекции вылечили 11 детей. Все они вместе с родителями находились в стационаре городской детской больницы номер 2. Сейчас там находятся пациенты с подтвержденным COVID-19. Туда же направят и детей с острыми респираторными заболеваниями, которые контактировали с зараженными людьми. 29 апреля в стационаре находилось 30 пациентов. Из них детей – 22 человека. Положительных на COVID-инфекцию – 12 человек среди детей и 5 человек среди родителей. У пяти детей диагностирована двухсторонняя пневмония. Лечащие врачи состояние здоровья детей госпитализированных оценивают как нетяжелое. Как пройдут майские праздники в условиях режима повышенной готовности? Это стало главной темой обсуждения Оперштаба по противодействию коронавирусу в Чувашии. На майские праздники выезжать на дачу и в деревню можно, но только при строгом соблюдении мер предосторожности. Чтобы минимизировать контакты, желательно перемещаться на личном автомобиле, в общественном транспорте, использовать маску, перчатки, соблюдать дистанцию. С 1 по 11 разрешены межмуниципальные маршруты. На данный момент, сейчас мы сделали выгрузку, выписано 745 пропусков для общественного транспорта. Всего должно быть на рейсах с 1 мая 1037 машин. В лесах и местах отдыха граждан, в том числе на водоемах и в парках, в майские праздники контроль будет усилен. Дополнительно включились и сотрудники МЧС, 26 сотрудников будут дополнительно привлечены к работе мобильных групп. И кроме Батаревского и Бресинского, Козловского, Шамушинского, нескольких районов еще, дополнительно еще выделило 8 сотрудников Росгвардии. Усиливаются посты на въезды в город силами муниципалитетов. Однако в Рио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, выезд за город вовсе не означает отмену режима самоизоляции. Те люди, которые обязаны находиться на самоизоляции, и если они несут вред и опасность окружающим, прежде всего своим близким и родным, сумма наказания от 15 до 40 тысяч – это, конечно, ощутимая сумма. Если случайно мы упустим людей больных, и они активно будут общаться, то мы можем получить очередные очаги. На сегодня самый крупный очаг заражения коронавирусом в районах Чувашии зафиксирован в селе Уразлино Янтиковского района. Всего там инфицированы 67 человек. При лабораторном обследовании у 29 были выявлены вирусы. Это 43% положительных находок. В том числе были и дети до 14 лет, 6 таких было детей, и 5 лиц старше 60 лет. Предполагаемым источником инфекции явила жительница города Москвы, которая приехала в Янтиковский район. Формированию такого крупного очага послужило тесное общение между родственниками, несоблюдение мер профилактики и нарушение режима изоляции. Режим ограничений начнут поэтапно снимать после 12 мая. Однако лишь при условии, что жители будут четко исполнять предписание во время майских праздников. Рейфат Ваткулин, Андрей Шоклев, Республика. В ходе заседания Олег Николаев поручил подготовить решение о досрочном прекращении учебного года в Чувашии. Летние каникулы для учеников первых восьмых классов могут начаться 18 мая. Для учеников девятых-одиннадцатых классов завершение учебного года планируется после 25 мая. В условиях пандемии немало сил и средств уходят на антикризисные меры, на борьбу с коронавирусом. Чувашия, как и вся страна, делает все возможное, чтобы помочь тем, кто пострадал от введенного режима ограничений. Об этом говорилось на первом заседании попечительского совета фонда Перле. Крупнейшие бизнес-силы выступили с инициативой объединиться для поддержки республики. Так появился фонд развития Чувашии Перле. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, представители бизнеса, общественные деятели оказывают посильную помощь в это непростое время. Предприятие Росгидра, которое один из первых, откликнулся и предложил свою помощь и выделил 5 миллионов рублей. На эти средства приобретаются препараты ИВЛ Новочебоксарской больницы. Хевил направил полтора миллиона рублей также на поддержку учреждений здравоохранения и для Новочебоксарской городской больницы были приобретены функциональные медицинские кровати, приборы для неинвазивного измерения уровня кислорода в крови. Фонд учрежден, а это значит предприятия республики смогут объединить свои усилия и помогать системно, целенаправленно. Работа в этом направлении, конечно же, уже ведется. Но через единый фонд координировать потоки благотворительной помощи намного удобнее. Мы работали над мерами по поддержке экономики, ну и здесь была задача еще и поддержать всех тех людей, которые нуждаются в этот сложный момент в некой конкретной форме поддержки. И вот предложений было очень много, разных, с разных территорий. И очевидно, чтобы организовать весь этот процесс таким неким единым образом, чтобы это было понятно, прозрачно, было предложено организовать такой благотворительный фонд. Ну, конечно же, мы поддержали со своей стороны. Деятельность фонда нацелена на помощь социально незащищенным жителям. Поддержку детского спорта – возможно форма помощи детям, которые имеют способности, но не имеют возможности, чтобы реализовать их. Члены попечительского совета уже сейчас думают о том, какие ресурсы понадобятся для форсированного восстановления работы предприятий, как наладить взаимопомощь между субъектами бизнеса. Те успешные предприятия, тот успешный бизнес, который в самые тяжелые времена в становлении России, экономики России, смогли сохранить предприятия, да еще развили. И когда была и есть необходимость в участии вот в этих фондах и оказании содействия обществу, я думаю, это очень хорошая миссия. И финансовая, и реальная помощь в приобретении многих столь необходимых сейчас, в первую очередь, медицинских оборудований, материалов, расходников, так далее, это считаем очень нужным, потому что нам надо сейчас всем вместе пережить этот период. По решению попечительского совета фонд Перле будет координировать работу по поддержке боготворительных начинаний и после пандемии. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Социальные сети, канал связи, общество с властью. На обращения в соцсетях, будь то ВКонтакте, Фейсбуке или Инстаграме, представители органов власти реагировать обязаны, особенно если проблемы вопиющие. Вот едем по ровной дороге, заканчивается Батаревский район, и начинается Яльчевский. Юмор для соцсетей, поле деятельности для органов власти. Другой курьезов в Новочебоксарске. Бордюры новые, асфальт старый. Как выяснилось, поворот к поликлинике изначально не вошел в план ремонта улицы Винокурова. В настоящее время ведется разработка проекта смертной документации по ремонту асфальтобетонного покрытия данных тротуаров. Ориентировочная стоимость работы составит полтора миллиона рублей за счет собственных средств бюджета города Новочебоксарска. Спасибо вам, что вы уже такую работу проделали. И, коллеги, обращаю внимание, когда вы такие масштабные проекты планируете и реализуете, обращайте на такие мелочи. Выезжать на место, смотреть соответствующие прилегающие территории и особенно обращать внимание как раз на такие социальные объекты. Поликлиники, школы, детские сады. На дорогу в Яльчикском районе, кстати, средства тоже выделили. Теперь осталось принять во внимание и другие замечания и пожелания, высказанные в соцсетях. Прекрасный вид на реку Сура портит. Вот такая картина. Склоны также завалены мусором. Не в не один год эта свалка несанкционированная твердых годовых отходов здесь образовывалась. Посмотрите, это буквально в 100 метрах находится от центральной улицы, юбилейной, центральной улицы микрорайона. О городских свалках жители Алатры несколько раз писали в местную газету и рассказывали о них в сети. Мы принимаем все это во внимание. В течение мая месяца, после праздников, эта свалка будет в рамках двухмесячника убрана. И второй вопрос, это по улице Белинского. В рамках исполнения муниципального контракта обслуживающая организация провела работы по санитарной уборке улицы Белинского после проведения субботника жителями. Там вопрос снят. В сложной ситуации оказалась многодетная семья из деревни Кадикасы Маргаушского района. Они получили земельный участок еще в 2014 году. С того времени условий для стройки так и не появилось. Нет ни водопровода, ни газа, ни электричества. У нас на сегодняшний день, если селом посудить, у нас более 350 гектаров переведены в границы населенных пунктов, где более 2000 человек город Чебоксар, Новочебоксар, Маргаушской район сегодня предоставлены земельные участки на многодетной семье, где нет инженерной инструктуры. Мы сейчас участвовали в конкурсном отборе сельхозом по комплексу радио-сельской территории, по проектированию инженерной инструктуры. Пока у нас всего три таких массива. Мы туда включили, нам выделили 5 миллионов 893 тысячи рублей. Это решит лишь малую часть проблемы. Коммуникации – дело дорогостоящее. Возможный выход, отметил Олег Николаев, включение работ по проводке сетей в госпрограммы комплексного развития села или комплексной застройки. Когда мы вот эти решения будем принимать, может быть, через какой-то индивидуальный опрос самих многодетных семей каким-то образом понять, какие территории все-таки будут застраиваться и идти с инфраструктуры, прежде всего, найти площадки, где у нас больше вероятность, что они будут застраиваться. То, что у нас так не получилось, что мы подвели туда инфраструктуру, а эти земли не будут застраиваться, и в итоге мы просто закопали миллиарды денег опять в землю. Потому что это тоже очень важный вопрос. В связи с этим вот давайте себе такую задачу сформулируем, поищем эти варианты. Это уже второе совещание по обращениям граждан в соцсетях. Все озвученные проблемы Олег Николаев берет под личный контроль. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика. Мусор в лесу – результат безответственного отношения человека к природе. С проблемой загрязнения лесного массива столкнулись в Ибресинском районе. В одной из групп в социальных сетях появилась информация о том, что в лесном массиве рядом с поселком Ибреси очень много мусора. Устроили свалку в лесу, пишут неравнодушные местные жители. Но сами же жители уже давно приметили это место для отдыха на природе. Даже сколотили столы и скамейки. Данный лесный участок невозможно, наверное, назвать несанкционерной свалкой. Это место замусорилось после отдыха граждан ближайшего населенного пункта. На данный момент это поселок Ибреси. Чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Администрация района оперативно отреагировала на жалобу и поляну быстро привели в порядок. Ну, так поняли, что это место молодежи бы любывало уже. И впереди майские праздники. Мы понимаем, что молодежь еще может собираться. У нас в Ибресинской районе созданы три мобильные группы. Будем ежедневно выезжать, мониторить ситуацию. Данный лесной участок не является благоустроенным местом для отдыха, поэтому мусорных контейнеров там нет. К слову, ближайший контейнер находится примерно в 200 метрах от места так полюбившегося Ибресенца. В ближайшее время на проблемном участке установят информационные баннеры и таблички. Нерадивых любителей отдыха на природе будут наказывать рублем. Дополнительные меры финансовой поддержки предусмотрены для семей, где есть дети до трех лет. Выплаты в размере 5000 рублей смогут получить родители, имеющие или имевшие право на материнский капитал. Прием заявлений в отделениях Пенсионного фонда Республики уже начался. К онлайн-обработке документов приступили и в Красночитайском районе. У семей есть почти полгода на получение средств. Пенсионный фонд будет принимать заявление до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по июнь при наличии у родителей соответствующего права. Выплата положена гражданам, право на материнский капитал, у которых уже возникло или возникает до 1 июля текущего года. Право на указанную выплату имеют семьи, даже если средства по сертификату уже полностью израсходовали. В Красночитайском районе претендующих на выплату по указу президента Российской Федерации составит более 150 семей. На сегодняшний день принято заявление от 125 получателей. Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета. Выплата не уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи. Следственным комитетом Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Чуваши Александра Ефремова. В результате незаконного предоставления в аренду указанного земельного участка и неправомерной добычи полезных ископаемых был причинен существенный вред окружающей среде, а государству причинен крупный ущерб в размере более 5 миллионов четырехсот тысяч рублей. Факты противоправной деятельности обвиняемого выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике и сотрудников Чебоксарской межрайонной природоохранной прокуратуры. По ходатайству следователя подозреваемый временно отстранен от занимаемой должности. Следователем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике совместно с органами прокуратуры и контролем надзорными органами принимаются меры по возмещению причиненного материального ущерба. Сегодня в России день работников пожарной охраны. Свой праздник, как и врачи, огнеборцы проводят на передовой. К сезонным добавились и пожары, возникающие в условиях режима Весна и осень – самое жаркое время в их рабочем графике. В день доходит до 20 вызовов. Огнеборцы всегда должны быть на чеку. Это время должно занимать не более 20 секунд, так как у нас выезд подразделения пожарной охраны дается минута. Пиццодежда защищает бойца от огня и химических воздействий, а этот дыхательный аппарат позволяет находиться в задымленных помещениях аж несколько часов. На вооружении пожарной охраны стоит самая современная спецтехника. Сам автомобиль вывозит 3200 воды и 200 литров пены. Кроме этого есть у нас аварийно-спасательный инструмент, которым мы работаем при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Мы можем вырезать пострадавшего и передать скорой помощи. Но самый важный навык огнеборцев – это умение работать в команде. Все строится у нас на преимущественности поколений. Молодой сотрудник приходит, пока он станет полноценным членом коллектива проходит год, а то и два. И само собой наиболее опытные товарищи его учат всему, подсказывают, обучают. То есть у нас коллективы очень дружные, дежурные смены, ребята сплоченные. Но как бы ни старались спасатели, многое зависит от внимательности самих жителей. В условиях режима самоизоляции тушить огонь приходится чаще отмечают огнеборцы. Различных боевых выездов, в том числе и частный сектор, и палочной травы, и квартиры горят в республике. Мы всегда готовы к выезду, но хотелось бы всех призывать, взять себя в руки немножко, и посерьезнее к этим вещам подходить. На счету тех, кто трудится и днем, и ночью, сотни отвоеванных от огня квартир и домов, а главное – тысячи спасенных жизней. Рифат Фадхулин, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Нерабочие дни в России продлили по 11 мая включительно. Соответственно, жителям всех регионов необходимо продолжать режим самоизоляции. В таких же условиях и люди других стран. Мы связались с уроженцами Чувашии, которые сейчас живут за рубежом. Они рассказали, какие ограничения введены у них. Вот он стоит и пропускает людей. Вот это все. Стоит его училище. Вот эти люди не стоят и все в училище. Социальная дистанция, разметки в магазинах, маски и антисептики. В Лондоне карантин длится уже больше месяца. Там живет уроженка Чувашии Марина Доналд. Как рассказывает девушка, выходить из дома можно только, чтобы добраться до работы, которую ты не можешь выполнять удаленно, сходить в магазин или аптеку, выгулить собаку или раз в день выйти на пробежку. Я стараюсь выходить за прогулками на пробежку вечером, когда поменьше на улице народу. Но, честно говоря, конечно, в Лондоне совсем на улицах пустынно. Из-за того, что все магазины закрыты, как я сказала, люди сидят по домам. Единственное, наверное, оживленное, это парки, где семьи гуляют с детьми. Я вижу людей с собаками. В Великобритании предполагаемый конец карантина 7 мая. Выйти из дома во Франции можно только с официальной бумагой, которую жители заполняют сами в форме 7 пунктов. Подчеркнуть либо один, либо несколько. Из них есть поездки по неотложным семейным обстоятельствам, короткие прогулки в пределах одного часа в день, ну и в пределах одного километра. Дальше в угол домашних животных, также поездки на работу, если у вас нет возможности работать удаленно. Работает эта справка только с указанием адреса, только с указанием времени и даты. Если говорить об общей ситуации в стране, ну или конкретно в нашем городе, хочу сказать, что люди устали сидеть дома. Еще две недели назад улицы были пустыми, не было никого, ни машин, ни велосипедистов, ни тем более прохожих. Сейчас ситуация изменилась, все больше и больше народу выходят на улицы, гуляют с детьми, выгуливают домашних животных, бегают, ну в принципе французы всегда бегают. Потом, магазины открыты, магазины работают, но единственное, запускают туда по несколько человек. То есть, если магазин небольшой, то максимальное количество 10-15 человек, стоят очереди, люди соблюдают дистанцию. В Германии также действует режим ограничений. С 20 апреля в некоторых городах его начали ослаблять, однако основные правила все еще действуют. О них рассказывает уроженец Чувашии Дмитрий Астров. Не создавать большие группы. Если выйдешь на улицу прогуляться, то можно это делать только своей семьей. Люди в Германии в основном эти ограничения соблюдают, потому что есть штрафы аж до 25 тысяч евро. Я желаю всем оставаться здоровыми, соблюдать карантин, у кого есть ограничения. Будем надеяться, что этот вирус пройдет и мы вернемся в нормальный ритм нашей жизни. Средства индивидуальной защиты в период пандемии предмет первой необходимости. После некоторой растерянности на рынке масок предприниматели Чувашии решительно взялись за дело. Появились даже принципиально новые модификации. Вместо ткани для их изготовления используется пластик. О преимуществах таких масок расскажет моя коллега Юлия Важенина. Она собирается очень просто либо самим покупателем, либо она собирается непосредственно у нас. Пока я с вами разговариваю, я в принципе уже собрал. После этого на нее укладывается фильтрующий материал и маска закрывается. Ее можно согнуть точно по своему лицу, сгибаете и она уже работает идеально под ваше лицо. Как вы уже поняли, речь идет о новых масках. Сделаны они из пластика, собираются как оригами. Эти маски многоразовые, их можно мыть, обрабатывать антисептиком. Можно даже деформировать, с маской ничего не случится. Автор идеи Дмитрий Белостоцкий. Мы поставили перед собой задачу сделать маску, которая будет очень быстро производиться, которую можно производить из самого разнообразного исходного сырья и которая при этом будет очень эффективна и будет действительно предотвращать передачу инфекции от человека Через две недели после рождения идеи появилась первая партия. Сейчас здесь собирают ежедневно по 8 тысяч масок. Процесс очень простой. Делается заготовка на оборудование. Потом эта заготовка собирается вручную, складывается. Производят маски уже три недели. Поставляют их и в другие регионы нашей страны. Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Москву. В развернутом виде по форме эта маска напоминает мне бабочек. Смотрите, даже крылышки такие есть. Всего маски выпускаются в четырех размерах. Мужская, женская, для школьников и вот такая совсем крошечная для совсем маленьких деток. Неделю назад производители получили сертификат соответствия изделия. 200 этих масок уже подарили волонтерам, 50 сотрудникам ГИБДД. Сейчас здесь занята разработка щитков. Это уже второй прототип. Он анатомически подогнан и, если пофантазировать, напоминает шлем из «Звездных войн». Производители даже называют его «Мандалорец». Сила прибудет с тобой. Возвращаясь к маскам из пластика, стоит отметить, они не относятся к медицинским. Предназначены для ношения в общественном транспорте, на заводе, магазинах. И удачно дополнят ассортимент уже выпускаемых в Республике гигиенических масок. На территории Чувашской Республики на 29 апреля 131 швейный ателье и организация выпускает маски защитные, гигиенические. В день мощность составляет 300 тысяч. Для сравнения, за тот период, пока мы находимся на самоизоляции, производство выросло почти в 8 раз. Но не следует забывать, что в период пандемии маски не сделают вас неуязвимыми. Это лишь дополнение к другим средствам защиты. Мойте руки, обрабатывайте все антисептиками, исключите лишние контакты. Юлия Воженина, Валерий Резюков, Республика. Песенный марафон «Наш День Победы», объявленный в Приволжском федеральном округе, дошел до Татарстана. Песня, ставшая за многие годы символом победы, прозвучала на родном языке татар. Я думаю, это своего рода знак благодарности, уважения нашим ветеранам войны, нашим дедам, нашим отцам, которые не жалея своей молодости, своего здоровья, сил, они привели нашу страну к победе. О том, что одна песня сплотит всех жителей страны, сложно было и подумать еще 45 лет назад. Пока в 75-м фронтовик Владимир Харитонов не предложил композитору Давиду Тухманову свои стихи. Через полгода Лев Лещенко спел эту песню, и она стала его визитной карточкой. В Алма-Ате на одном из концертов, это в преддверии праздника, я ее спел. И, конечно, успех был совершенно невероятный, люди встали, люди плакали, и она стала действительно такой безумно популярной. Борис Кузнецов один из ветеранов Великой Отечественной. Он помнит, как в течение всей войны с товарищами приближал этот великий день и как со слезами на глазах ликовал на первом параде победы в Москве. Песеный марафон «Наш День Победы» продолжится в течение всех майских праздников. Эстафету у Татарстана перехватит Нижегородская область. Чувашия присоединится к акции 6 мая. Это главные новости к этому часу. Хороших вам выходных. Соблюдайте все меры безопасности. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!